Что будет, если из самого безумного проекта Бентли Ультра Танк сделать его еще более безумным? Сегодня мы сделаем из него настоящий Дрифт Корж и покажем настоящий навал на Радмире. Готовьтесь к тому, чтобы увидеть самый безумный Дрифт Корж за все время. Погнали! Здарова гангстера, на связи Леха Такси. Мы действительно сегодня из этого, пацаны, Бентли Ультра Танк, который у нас, между прочим, на гусеничной основе, сделаем Дрифт Корж. Вы спросите, как это возможно? А я вам отвечу, пацаны, возможно это благодаря тому, что у этой тачки в последнем обновлении, как мне сказали, изменили хендлинг, и я действительно сел в эту тачку и проверил, что она реально дрифтит. Для того, чтобы сделать из нее Дрифт Корж, пацаны, она должна, во-первых, выглядеть как Дрифт Корж, и мы это сделаем, но, во-вторых, она должна вести себя как Дрифт Тачки, и посмотри, если мы нажимаем пробел, она действительно уходит в занос. Для того, чтобы сделать настоящий Дрифт Корж, ей не хватает совсем немного разгона, и это мы тоже добавим, но просто посмотри, как идеально она может входить в повороты, сейчас покажу. Вот таким вот образом она управляется, но если ей добавить немножко скорости, то будет она вести себя по-другому. Но давайте для начала изменим ее внешне, потому что дрифтить на простой Бентли на гусеницах немного странно, она должна выглядеть как настоящий Дрифт Корж. Тач, это ты! Это ты! Это я! Это я! Видишь, ты снимаешь, брат, я твой подписчик! Брат, да! Брат, да! Дрифт Корж сделает! Убать! Дрифт Корж сделает! В натуре! Для начала поставим наиболее подходящие по дрифтиматику диски за 90 тысяч, поставим более яркий и узнаваемый цвет для тачки, дадим начай автомеханику, парни, потому что он сделал хорошую работу. Также нам надо купить различных аксессуаров, возьмем вот такой аксессуар один, покупаем велосипед в виде украшения тоже за 2 миллиона, тоже одну единицу берем, пацаны, будем на ЗОЖе. Также мы купим и вот такое украшение на транспорт, тоже его берем за 3,5 ляма. Итак, повесили первое украшение в виде вот этой вот лодочки, подвешиваем велосипед, потому что у нас будет Дрифт Корж в стиле... Иди нахуй, что такое? Впереди мы этот аксессуар в виде вот таких вот антенн сделаем вот таким вот образом, будет смотреться, как будто это пирсинг, как будто это ноздри. На одну из гусениц мы поставим вот такого мишку, я снял это с другого Дрифт Коржа, который выглядит как нормальный Дрифт Корж здорового человека, но это Дрифт Корж курильщика, а это Дрифт Корж зожника. Вот так вот будет сказать правильно. Колючую проволоку мы засовываем под наше днище, чтобы если кто и попал, то как бы он остановился на этом моменте, или его перемололо уже здесь. Такой небольшой штришок, но в целом особо картину он не портит, хотя что здесь еще можно испортить? Я знаю, что, пацаны, спойлер здесь нужен 100%. Идеально, просто подогнанный, здесь встает скарбоновый спойлер, пацаны, и это все выглядит как нереальная машина для убийства из Mad Max. Она еще зеленая, как она может дрифтить, спросите его, а я вам сейчас покажу, как она может дрифтить. Итак, первые тесты нашего сумасшедшего Дрифт Коржа. Я съездил, сделал баг-хендлинга там, еще сделал баг-хендлинга здесь. Все стейджи, все обвесы, все, что только можно было прилепить, оно здесь, пацаны, просто без пробела. Этот Дрифт Корж вот так вот едет, и вот так вот он делает. Посмотри, мы набираем Дрифт очки просто на сумасшедшей скорости. Это ли не машина, это мечта, и мы должны на этой мечте отправиться в город. Главное, чтобы не разрушить чью-то чужую мечту такой машины. Но в целом это реально управляемый Дрифт Корж, как это ни странно. И самая-то важная функция этого Дрифт Коржа в том, что он внедорожный. И то есть я могу дрифтить и позволять себе делать любые вещи. Ни одно препятствие мне не помешает с кайфом подрифтить, пацаны. Только если столбы посередине, но столбы это все фигня. Нас ими не испугаешь, потому что все, мы уже 1500 очков набрали, и никто не в силах нас здесь побороть, ни одна машина. Вот так вот мы исполняем, сносим чела, бота точнее. Ну ничего, парни. Пару метров сдвинул, ничего никто не заметит. Отправляемся на трассу, создаем вот здесь вот такой угол. Ладно, угол преодолеваем через деревья. Тем не менее, посмотри, а. Итак, едем, дергаем ручник и уходим в управляемый занос. Просто лучший Дрифт Корж на свете. Вот эта тачка, бля. Во, нормально, нормально, нормально. Нет, все-таки мы теряем управление. Нужно учиться. О, я нашел. Здорово, я смотрю, ты тоже любишь на Бентли все сподряд, да, прицепись? Не-не-не, куда? У меня побыстрее, у меня побыстрее! И вообще у меня Дрифт Корж, так что и гонка боком. Слушай, не настолько быстро. Но он уехал. Он, он, он тоже на... Это болезнь какая-то, походу, владельца в Бентли. Насыпить все подряд. Вы заметили, что чел сейчас проехал? У него было тоже все, что только возможно наклеено. Так, заходим вот здесь боком. Ну и хорошо, 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 хорошо. Отлично. Продолжаем движение боком. Кстати, заметьте, я сейчас покажу один прикол. Сейчас. Если нажать вот так вот, пробел, и потом его отпускать, то старт вообще нереальный. Если зажать пробел, кстати, то это реально Дрифт Корж. Мы слышим звук Дрифта, мы им управляем, мы уходим в занос. Так, ну здесь было несправедливо, на самом деле, что я не задевал. Можно было и так не делать, но ладно, ничего страшного. То есть он по КД с зажатым пробелом дрифтит. И сейчас я тренируюсь это делать перед самым важным заездом в моей жизни на трассе. Потому что на трассе сложнее всего в узком пространстве научиться дрифтить. Если у тебя здесь получается, то получится везде. У нас здесь с вами получилось. Отправляемся по прямой. И эта тачка недооцененная. Она может по прямой валить, смотри. Ну, а что тут смотреть, в принципе, да, она реально валит по прямой. Как будто она не на гусеницах. Но в целом гусеница здесь только для вида. У нас 4 колеса, просто она приподнята. Не, ну это лютый ужас. Это лютый ужас, отправляется просто бороздить город. Но, я не знаю, нам нужен серьезный оппонент. Кто сможет потягаться под дрифт навыком вот с этой машиной. И, давай, отлагивай, отлагивай. Бля, ну тут пролагнуло. Но, тем не менее, подожди, я смогу засейвить, да, по идее? Так, мы с вами на кольце. Дергаем ручник. И идем боком. Просто как ни в чем не бывало. Блин, жалко. Вот единственное, я был уверен, что на эту тачку, как и на все, должны были появиться раскраски. Это одна из тех тачек, на которых нет раскрасок. Но ты посмотри, что я исполняю, а? Ты посмотри, что я делаю. Ой-ой-ой-ой, а что произошло сейчас? Каким-то магическим образом набрал резко много разгона. Просто нажима много раз W, интересно. Так, тут ДПС-наряд у нас, снаряд. Чел под колеса. Ну, я нарушил сейчас все правила ПДД. Подвезешь? Смотря куда. Там гаишники, а я на Bentley Ultra Tank. Максимально нарушающим все правила. Погоди. Будут они байкиться или нет? Я Эдуард Федоров, значит. Сейчас мы подождем, пока там челов перестреляют из другой машины, которая врезалась. Я не знаю. Ладно, я понял. Один умер. Кто в кого стреляет здесь вообще? А менты? А кто кого перестреливал-то? Я не понял, честно говоря, что произошло. Но в целом не мое дело, ладно. И выезжаем сейчас вот здесь вот так вот. Набираем. Бля, как она идет боком. Кто бы знал. Мне подписчик посоветовал эту идею, но я не думал, что она так настолько классная. И посмотри, что он делает, этот Bentley Ultra Tank. Кто бы мог сделать из этого Drift Korch? Это люто. Погоди, погоди, погоди. Сейчас раскачиваем, раскачиваем, раскачиваем. И направо уйдем сейчас. Бля, я не врезался в столб. Ушел направо. Еще раз во дворы направо. И налево, 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 налево. И там из дворов. Сейчас выезжаем здесь налево. Так, бочком тоже. Опа. И направо, направо, чтобы красиво было. Не задеваем столбы. Ба. Это четко сейчас было. Это прям реально Drift Handling. Самый сочнейший. Ну, я не смог найти, парни, все виды транспортных аксессуаров. Но у кого они есть, они лепят все. Ты тоже, смотрю, фанат, да? Все подряд нацепить. Мы с тобой даже одинаково похожи. Мы одного цвета одинаково нацепили. Медведя, вот эту всю херню, смотри. Это реально одинаковые машины. Просто из разных категорий. Филиппин? А это ты? Да, это я, Филиппин. Здорово. Здорово. Че, видос снимаешь? Ну. Ну, давай, удачно. Давай. Ладно. Го, парни, дрифт на М5. Чисто здесь по кайфу. Го, он согласился, слушай, нормально. Он будет вообще в шоке от того, что у меня вот эта вот тарантайка, она может дрифтить. Давай за ним. Давай я за тобой попробую, или ты за мной вот здесь попробуем сейчас. Парни, дрифт с М5. Мне кажется, он под гусеницей ляжет к нам. Где он там? Ну, слушай, у него в целом получается. Бля, тут FPS из-за тачек, конечно, это вообще от ас. Давай ты вперед, я за тобой. Она у него настроена под дрифт или нет? Ебать. Да ебать, иди отсюда. Слушай, ну нормально разваливать так-то. Что-то BMW у нас уехала, а мы не можем догнать, потому что что-то как-то мы медленнее, во всяком случае. Как будто он не дрифтит, а просто в гонку с нами вступил. И он пропал. Ну да ладно. Слушай, здесь тачек столько много. Людей как будто здесь больше и богаче, чем на обычной рублевке. В чем прикол мирного? ГТР, может ли ГТР сравниться с нами? Ну-ка. Что за тачки и менты здесь? Просто, пацаны, про... А, здорово, здорово. Ха-ха-ха, хорош, блядь, на Вольво, вообще молодец. Охеренно, нравится? Да, дрифт корч. Чел просто реально проезжает и говорит, охрененная тачка, прикиньте. Не, ну тачка реально охрененная, она выглядит как лютая имба. Ой, FPS появился. Бать, неужели? Боком, боком на скорости. Опа. Вот это нормально сейчас пошел занос. Ой, еще сильнее, еще сильнее поставил. 200 и занос. Чисто уже арабский дрифт исполняем. Ай, пролетели, пролетели. Бомжа не сбить. Нормально, нормально. И направо резко. Хорошо поставил, нормально. Не сбил, хорошо, и то хорошо. Ну что, парни, я закончил с этим дрифт корчом. Ставлю его в свою коллекцию. Оцените его от 1 до 10 колхоз, скриншота или реальный топ. Как вам вообще зашел он или нет. Я же оставляю это в своей коллекции. Буду ездить угорать. Идея была прикольная. Но я думаю, есть еще более интересные тачки, чтобы с них сделать дрифт корч. Поэтому, пацаны, ждите следующей серии. До скорых встреч. Пока.